В экспозиции «Калейдоскоп-2017» художественные работы на тему театра, балета, сцены во всех ее проявлениях. В первом круге внимания выдающиеся, всеми любимые актеры, ведь зачастую именно они являются символами своего времени. Мы решили возродить то прекрасное время, благостное и в какой-то степени спокойное, понимаете, через лики актеров, через лица актеров. Кинематограф был, мне кажется, тогда очень мощным средством такого соединения общества. Помимо метров советского кинематографа на выставке представлены секс-символы зарубежной киноиндустрии. За мной вы можете видеть портреты Алена Делона, Жан-Поли Бельмондо и других. Они выполнены углем. Татьяна, скажите, почему углем? Уголь – это такая техника, которая достаточно четко дает возможность изобразить рисунок, эмоции. Не дает отвлекаться на цвет, а получается черно-белое. Это достаточно интересно. 40 авторов демонстрируют на выставке свои художественные произведения. В составе участников – народные и заслуженные художники, члены творческих союзов и самодеятельные авторы. Поэтому спектр работ очень широк – от портрета до жанровых композиций. А в технике – от масла до пастели, карандаша и даже кофе. Что думал художник, когда выбрал вот эту картину? Магия творчества по-прежнему остается для нас загадкой. Порой автор так увлекается своим творением, что в какой-то момент отождествляется с ним. И тогда уже встает вопрос, кто кого, что называется, творит. Художник-портрет или наоборот. Получается почти как у Гоголя. Автор этого портрета настолько проникся творчеством Владимира Семеновича, что теперь с удовольствием поет его песни. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.